Дела взрослых глазами детей. В Ишкарале началась оценка игровых и спортивных площадок, построенных в прошлом году. Изюминка в том, что экспертами выступают не взрослые, а дети. Шесть мальчиков и шесть девочек объединились в команду юных 12. Им от 8 до 14 лет. Все они активные ребята из Ишкаралы. Все подробности далее в сюжете. Здравствуйте. Лидер команды юных 12 проводит опрос, поэтому мы вас просим ответить на вопросы. Сейчас вам раздадут анкеты. Шестиклассница Маргарите 12. Она уже руководитель. Собрав вокруг себя активных ребят, в ближайшие две недели в школах, где они учатся, ребята проведут соцопросы среди своих сверстников. Основная задача – узнать, как обустроены территории вокруг домов, где живут дети, и достаточно ли они комфортные. На первом этапе нашего проекта мы решили провести опрос, чтобы узнать, что хотят наши жители, дети нашего города, подростки, что их вообще интересует, что хотят, чтобы строилось в городе. Результаты анкетирования лягут в основу создания уроков по комфортной городской среде, которые будут проводить сами дети уже в ближайшее время в школах города. А пока часть ребят занимается анкетированием, вторая тестирует детские игровые площадки. Короче или больше? Короче, да. Намного? Нет. Хотя бы штуки две-три, я не знаю. Быть услышанными и вносить свои предложения в последующее обустройство и шкаралы – задачу, которую поставили перед юными ребятами, конечно, взрослые. Проект «Комфортная городская среда глазами детей» был основан благодаря активным родителям города. Официально он находится под патронажем Республиканского движения поддержки общественных инициатив и администрации города. В течение года команда из 12 ребят, мы назвали ее лидер команды «Юных-12», они будут проводить опрос, они будут изучать, комфортные ли дворы с точки зрения детей. В первую очередь мы уделим внимание дворам, которые были благоустроены в 2017 году. Какие дворы будут одобрены детьми, станет известно уже в марте этого года. Впереди у ребят проведение конкурсов, исследовательских работ, создание фильма и формирование волонтерских команд не только в Ешкарале, но и в районах республики. Продвигать свой проект они решили через социальные сети. Присоединиться к движению «Юных-12» может каждый.